Здравствуйте! На связи фитнес-тренер Михаил Яцек, и в этом ролике я достаю старый порванный баян под названием «Мотивация». Тема, относительно которой все все знают, но ни у кого ничего не получается. Подавляющее большинство самых популярных видов мотивации – это мотивация, как я называю, «мотивация голыми жопами», то есть формы выпуклости, которые вызывают определенные эмоции. Если вы думаете, что вы накачаетесь, будут у вас большие бицухи, руки-базуки, и вам будут давать вот такие красавицы, которые показаны в определенных видеороликах, даже если вы накачаетесь, они на самом деле давать вам не будут, потому что для этого нужны другие навыки тренировать, но не суть. Суть в том, что мотивация голыми жопами, она работает только на коротких дистанциях. То есть ты посмотрел, зарядился эмоционально, пошел, сходил, подкачался хардкорно, перетренировался, и все. И мотивация закончилась. С каждым последующим сеансом просмотров таких вот эмоциональных видеороликов мотивирующего типа, они тебя заряжают все меньше и меньше. И через определенное время ты сдуваешься, и все. Наступает такая проблемная печаль. Все, мотивация не работает, ничего не получается. И в чем здесь проблема? Проблема в том, что, во-первых, ты слишком жадничаешь с результатом. Вместо того, чтобы получить оптимальный результат в реальные сроки, ты ставишь себе нереальную задачу в нереально короткие сроки. В итоге получается перетренд, ты иссощаешь свой организм на фоне вот этих вечных постоянных хардкоров, и получаешь только демотивацию вместо мотивации. На самом же деле, я считаю, что тренироваться нужно без мотивации. То есть, для того, чтобы пойти на тренировку, мотивация не нужна. Тренировка и здоровый образ жизни – это не что-то такое нереальное, это не какая-то сверхзадача, на которую нужно настраиваться, как на прыжок с парашютом. Это элементарное регулярное действие, как почистить зубы, как сходить в душ. Ты же не мотивируешь себя по три часа мотивирующими роликами, о, надо пойти почистить зубы, надо пойти заправить кровать, надо пойти постирать одежду, надо пойти погладить себе футболку. Нет, то же самое и в тренировках. Нужно вдолбить себе в башку. Тренировки нужны для того, чтобы ты был здоровым, для того, чтобы у тебя нормально работала голова, для того, чтобы у тебя нормально работал организм. Ну и как следствие, если ты всё это правильно и чётко делаешь, то ты ещё и классно выглядишь. Существует огромное количество исследований, которые говорят, что эмоции живут недолго. Поэтому оптимальный вариант мотивации – это мотивация с самоуважением. То есть, зачем мы чистим зубы? Чтобы не падать в грязь лицом хотя бы перед самим собой. Зачем мы соблюдаем правила личной гигиены? По этой же причине. Зачем нужно тренироваться? По этой же причине. Чтобы быть здоровым, чтобы нормально выглядеть, чтобы нормально функционировал ваш организм. Ну и как следствие, как я уже сказал, если вы все это правильно делаете, то вы еще и внешне очень даже хорошо выглядите. Мотивация голыми задницами имеет ряд недостатков, поскольку, во-первых, вы хотите максимально быстро получить максимально нереальный результат. В результате получаете перетрен, хронический перетрен. В лучшем случае, в худшем случае вы получаете травмы, и весь тренировочный процесс накрывается медным тазиком для вас на очень долго. К примеру, я о себе скажу, за все время, когда я тренировался, а это достаточно долго, более 15 лет, я не получил ни одной травмы на тренировках. То же самое могу сказать о своих клиентах. Ни один мой клиент не получил травмы страшнее мозоля. Просто потому, что используется грамотный подход, и ставятся реальные цели в реальные сроки, и достигаются оптимальные результаты вместо нереальных. Если вы проанализируете своих знакомых, которые пытались как-то привести себе форму лет 10 назад, ну, либо хотя бы 5, если вы не слишком старый, то вы заметите, что подавляющее большинство тех, кто был зашкаливающе замотивирован, получили травмы и ушли. Либо просто не потянули весь этот тренировочный процесс, потому что когда ты упорот тренировками, когда ты думаешь о мышцах круглые сутки, потом ты женишься, потом у тебя появляются обязанности, и ты понимаешь, что тренироваться по 2 часа в день, это как-то несовместимо с новым текущим образом жизни. Поэтому тренировочный процесс должен быть таким, который вы тянете на всех этапах своей жизни. Когда вы студент-бездельник, когда вы работаете, когда вы предприниматель, когда вы начальник, когда у вас обязанности, семья, дети и так далее. То есть тренировочный процесс должен нормально идти на всех этапах вашей жизни. Тогда вам не понадобится какая-то зашкаливающая мотивация, чтобы все это потянуть. Если у вас идет отвращение на эмоциональном плане к тренировкам, значит уже что-то не так. Это просто свойство психики, которое защищает ваш организм от перетрена и от травм. И, к сожалению, самые волевые, самые такие упорные, настойчивые ребята уходят после того, как получат ряд травм. Самый лучший вид мотивации – это просто самоуважение и просто дружить с головой, и просто ставить оптимальные цели в оптимальные сроки. И стабильненько все это выполнять. И тогда вам не понадобится тратить все свое свободное время на просмотр качковских видеороликов. Вы займетесь чем-то более интересным. Если вам понравился ход моих мыслей – делайте так. Если не понравился – можете так не делать. Подписывайтесь. И до новых встреч. Продолжение следует...